К новым горизонтам. Космический зонд никогда ранее не отправлялся к самой удаленной планете нашей Солнечной системы. Проект НАСА «Новые горизонты» — один из самых современных. Он и по сей день предоставляет новые данные. После завершения исследования Плутона, космический зонд «Новые горизонты» долетел до пояса Койпера. Мы покидаем нашу родную Землю, чтобы отправиться в самые дальние уголки космоса. Если вам нравится наше видео, поддержите нас, пожалуйста, нажав на иконку с большим пальцем вверх. А также подпишитесь на Simply Space и следите за появлением новых видео, которые мы для вас готовим. Давайте начнем наше путешествие по необъятной Вселенной. Космический зонд «Новые горизонты». Космический зонд никогда не не отправлялся к самой удаленной планете нашей Солнечной системы. Но космический зонд «Новые горизонты» все изменил. Под лозунгом «Освещая пограничные миры», НАСА совместно с Некоммерческим исследовательским институтом Университета Джона Хопкинса в Балтиморе спланировали исследовательскую миссию. На сегодняшний день разработка, строительство и эксплуатация космического зонда обошлись примерно в 700 миллионов долларов США. После нескольких переносов запуск осуществился 17 января 2006 года с ракетной базы на мысе Канаверал во Флориде. Ракетой-носителем был Атлас-5. Основные цели миссии – изучить геологическое строение, атмосферу и составить карту Плутона, а также его ближайшего спутника Хорона. После миссии на Плутон «Новые горизонты» должен продолжить полеты и изучение объектов в поясе Койпера. В этом поле за орбитой Нептуна находятся астероиды карликовых планет и странный объект под названием «Ультима Туле» или «Арракот». Путешествие новых горизонтов к Юпитеру Тот, кто путешествует по Солнечной системе, может увидеть не только Плутон. Конечно, ученые использовали эту миссию для дальнейших полетов на планеты. Во-первых, необходимо было внести некоторые исправления и преодолеть критические фазы. Только после того, как зонд миновал Марс, на борту активировалась камера высокого разрешения. 4 сентября 2006 года, на расстоянии 291 миллиона километров от Земли, зонд смог получить первое четкое изображение Юпитера. С января по июнь 2007 года исследовательская миссия была посвящена исключительно газовому гиганту. Более 700 проведенных наблюдений и измерений предоставили гигантский объем данных о самой большой планете нашей Солнечной системы. Среди ярчайших моментов – фотографии извержения вулкана на спутнике Юпитера Ио и молний на полюсах Юпитера. Но новые горизонты посетил Юпитер и по другой причине. Специальная техника, называемая гравитационная поддержка, должна была гарантировать, что новые горизонты получат новую движущую силу. Сначала зонд был втянут в магнитное поле газового гиганта и в критической точке был буквально выброшен. Этот эффект обеспечил ускорение исследовательской станции массой 500 килограммов примерно на 14 500 километров в час. Это позволило ему развить максимальную скорость в 83 700 километров в час и сократить путь к Плутону на несколько лет. Миссия продолжается. Плутон и Харон. Конечно, зонд «Новые горизонты» также обратил внимание на другие внешние планеты. Он прошел орбиту Сатурна 8 июня 2008 года. 18 марта 2011 года зонд пролетел мимо Урана на расстоянии 3,8 миллиарда километров. Он встретился с Нептуном 25 августа 2014 года. А 15 апреля 2015 года НАСА наконец смогло опубликовать первое изображение реальной цели. На все еще несколько размытом изображении была видна карликовая планета Плутон и ее самый большой спутник Харон. Вскоре качество снимков улучшилось. Исследователи увлеченно рассматривали реальные цвета карликовой планеты. Изображения новых горизонтов во много раз превосходили по качеству изображения космического телескопа Хаббл. Карликовая планета имеет яркие охристые, песочные и золотистые тона. Издалека поверхность кажется ровной. Новые горизонты приблизились к поверхности Плутона в пределах 12,5 тысяч километров. Он предоставил изображение гор, дюн, полюсов и разреженной атмосферы. Люди на Земле были особенно очарованы сердцем Плутона, которое позже оказалось ледником. Впервые удалось увидеть и различить детали с точностью до 60 километров. Внезапно стали отчетливо видны горы с дымкой и туманом. На изображениях в естественных цветах с усилением контраста были видны красновато-коричневые участки поверхности Плутона, ледяные вулканы и многое другое. Под замерзшей поверхностью Плутона могли быть даже океаны воды. Какая сенсация на краю Солнечной системы. Как ученые предполагали ранее, атмосфера планеты наполнена метаном. На Плутоне очень холодно. Температура на поверхности составляет около минус 220 градусов Цельсия, а в верхних, более теплых слоях атмосферы – около минус 170 градусов. Исследователи из университета Джона Хопкинса до сих пор сбиты с толку данными измерениями. Никогда еще не удавалось так точно изучить планету класса ледяных карликов. По сей день исследователи называют Плутон краем чудес для науки. Вернет ли Плутон свой статус планеты? Долгое время ученые спорили, действительно ли карлик – это планета. Его орбита слишком эксцентрична. Плутон движется гораздо больше, чем часть пояса Койпера. Поэтому он то приближается к Солнцу, то удаляется от него. В ходе голосования 23 августа 2006 года Международный астрономический союз МАС решил лишить Плутон статуса планеты. К тому времени зонд «Новые горизонты» уже был на пути к Марсу. Странные спутники Плутона Обнаруженный в 1978 году Харон – единственный круглый спутник Плутона. Открытые в 2000-х годах спутники Никс, Гидра, Кербер и Стикс представляют собой скалы неправильной формы, но они вращаются вокруг Плутона, как спутники. Харон загадывает исследователям новые загадки. Ведь его диаметр в 1208 километров – чуть больше половины диаметра Плутона. Это довольно необычно для спутника? До сих пор оставалась загадкой, как два больших небесных тела могут вращаться так близко друг к другу и при этом оставаться на своих орбитах. 14 июля 2015 года «Новые горизонты» впервые предоставил невероятно четкие изображения Харона. Впервые стало возможным прямое сравнение с Плутоном. По составу они похожи. Оба состоят в основном из камня. При минус 220 градусах Цельсия здесь так же холодно, как на Плутоне. Но вместо замороженного азота и метана, как у Плутона, на поверхности Харона, похоже, есть летучий водяной лед. Сенсационная находка в системе Плутона. В 2006 году Плутон и Харон классифицировали как двойные планеты. Но это оказалось не так. Сегодня Плутон официально является ледяным карликом, а Харон – спутником. Еще одна поразительная особенность – почти полное отсутствие более крупных ударных кратеров на Хароне. Это говорит о довольно молодом возрасте спутника Плутона. Исследователи до сих пор не знают, как сформировался Харон. Наиболее распространенная теория предполагает, что Плутон столкнулся с такой же большой карликовой планетой в поясе Койпера. Одна часть могла слиться с массой Плутона, а из другой мог сформироваться Харон. В этом нет ничего необычного, потому что поблизости есть еще одна карликовая планета под названием Эрида. Эрида едва ли меньше Плутона и когда-то считалась десятой планетой Солнечной системы. Пояс Койпера является домом для многих других мини-планет. Макемаки, Хаумея и Гонгонг – лишь некоторые из них. Исследователи надеются, что наконец могут почерпнуть больше знаний из полученных данных. Но пройдут десятилетия, прежде чем все данные, собранные зондом новые горизонты, будут переданы на Землю и оценены. Дальше в пояс Койпера и к причудливому объекту Ультима Туле. С осени 2014 года официальное название астероида – Ракот. Эта штука выглядит как две странные картофелины, сросшиеся вместе. Большая из них называется Ультима, а меньшая – Туле. Будучи частью пояса Койпера, формация Ультима Туле – Ракот – вращается вокруг Солнца на краю Солнечной системы. Когда миссия «Новые горизонты» только начиналась, Ракот еще даже не был обнаружен. После первого обнаружения весной 2014 года объект сразу же заинтересовал исследователей – он сравнительно крошечный. В самой длинной точке Ракот составляет всего 31,7 километра. Странно, что он имеет почти круговую орбиту. Первые исследования, проведенные с помощью космического телескопа «Хаббл», дали поразительный результат. Согласно полученным данным, Ракот вряд ли мог поменять свою орбиту с момента зарождения Солнечной системы. Это сделало его одним из самых устойчивых объектов, несмотря на его кривую форму. 1 января 2018 года «Новый горизонт» пролетел мимо ярко-красного Ракота. Все данные были отправлены на Землю к концу 2020 года. После этого Ракот стал самым далеким от Земли объектом, когда-либо сфотографированным и изученным зондом с близкого расстояния. Больше интересных фактов о «Новых горизонтах». «Новые горизонты» – самый быстрый космический корабль. Он преодолел расстояние до Луны всего за 9 часов, что заняло у экипажа «Аполлон» 3 дня. «Новый горизонт» особым образом отдает дань уважения первооткрывателю Плутона. Клайд Томбо впервые увидел Плутон в 1930 году в американской обсерватории Лоуэлла. Томбо умер в 1997 году, и у «Новых горизонтов» есть небольшое количество его праха на борту. Вся миссия потребляет меньше энергии, чем две 100-ваттные лампочки. Звучит экологично? Но это не так. На борту «Новых горизонтов» есть Плутониевая электростанция. Это необходимо, потому что в далеких от Солнца регионах использование солнечной энергии было бы немыслимо. «Новый горизонт» – это шедевр инженерной мысли и навигации. На самом деле невероятно. На протяжении 3 миллиардов миль со скоростью около 50 км в час зонд благополучно держал свой курс в глубины Солнечной системы. Он может точно достичь цели диаметром 300 км и собрать дополнительные данные, которые будут точными или же с минимальными отклонениями. На этом расстоянии блок управления все еще может быть перемещен с Земли на ограниченное расстояние. Благодаря самой дорогой технологии «Новые горизонты» также самостоятельно ориентируются в зависимости от положения Солнца. Миссия «Новые горизонты» и по сей день полностью оправдывает свой лозунг. «Зонд» действительно пролил свет на ранее неизвестный регион нашей Солнечной системы. «Зонд» все еще находится в поясе Койпера. «Новые горизонты» продолжат летать, пока не выйдет за пределы допустимого диапазона или не станет неисправным. Если вы хотите знать, где он находится в данный момент, вы можете найти его текущее положение здесь. А что вы думаете о таких космических полетах? Стоят ли они вложенных в них денег? Как вы считаете, знания о Плутоне и крае Солнечной системы действительно полезны нам на Земле? Как всегда, делитесь с нами своим мнением в комментариях.